В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Поставили в очередь. Застройщикам региона отказали в привилегированном доступе к залоговому фонду. Преобразовать в ООН. Минсельхоз инициировал инвентаризацию в пяти губах Башкортостана. И реанимация рынка издателей и владельцев книжных лавок прогнозирует переход рынка из стагнации в плюсовую динамику. Правительство Башкортостана отклонило проект постановления Госкомитета по строительству и архитектуре, согласно которому застройщики и подрядчики могли получить облегченный доступ к кредитам путем использования залогового фонда республики. Отмечу, что с этой инициативой ведомство выступило год назад. Так предлагалось утвердить некие правила определения надежных застройщиков, которым были бы созданы преференции в виде поручительства регионального фонда и возможности передачи в залог банкам объектов залогового фонда. По данным издания Коммерсант, в Кабми не отклонили проект, посчитав, что оснований для выделения приоритета строительным организациям нет. Госкомстрой также не смог добиться другого послабления для застройщиков. Ведомство обращалось к ресурсоснабжающим организациям с предложением рассмотреть возможность рассрочки платы застройщиков за техническое присоединение, а также установить для них индивидуальные подходы по оплате услуг за энергоресурсы. Залоговый фонд Башкортостана, напомню, был создан в середине 2015-го. В него внесли недвижимые активы общей стоимостью более 10,5 миллиардов рублей. Пять из шести государственных унитарных сельскохозяйственных предприятий Башкортостана будут преобразованы в акционерные общества. Процесс смены организационно-правовой формы инициировало Министерство сельского хозяйства Республики. На предприятиях будет введено антикризисное управление, чтобы доказать, что государство является эффективным собственником. Об этом сегодня заявил глава ведомства Ильшат Фазрахманов. Первым делом на предприятиях проведут инвентаризацию, в том числе земель. После всему имуществу будет дана независимая оценка рыночной стоимости. После этого предприятия будут капитализированы. Речь идет о совхозах Рощинский, Алексеевский, Центральный МТС, МТС Зауралье и Башплодородия. В список не попадает лишь ГУП Благоварский, поскольку он является селекционным центром. Если у ГУПов можно каким-то образом, скажем, преступным путем увезти имущество, а уже инвентаризированные, оцененные, поставленные на баланс имущества, увезти невозможно. Проблема в том, что провести инвентаризацию, для этого нужно снимать деньги с оборота. То есть нам элементарно, вот стоит здание, на нем документов нет. Соответственно, ничего не стоит. Переходим к информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро подешевели. Курс американской валюты по отношению к российской снизился на 57 копеек и оценивается в 58 рублей 33 копейки. Европейская подешевела на 12 копеек 61,86. Лучшие обменные курсы на данный момент покупка доллара в Россельхозбанке за 58 рублей 12 копеек. Продажа в банке Финам за 58,41. Наиболее выгодные предложения по покупке евро также в Россельхозбанке за 61,56. По продаже в Телекоммерцбанке за 61 рубль 85 копеек. По выпуску книг и брошюр Башкортостан по итогам 2016 года показал лишь четвертый результат в Приволжском федеральном округе. Согласно данным Российской книжной палаты в нашем регионе напечатали более 2,5 миллионов экземпляров. На первом месте Нижегородская область более 7 миллионов экземпляров. Далее Татарстан почти 6 миллионов. В Саратовской области чуть менее 3 миллионов. На последнем месте Кировская область всего 110 тысяч экземпляров. Всего в ПФО напечатали в 15 раз меньше, чем в одной только Москве. Почти 23 миллиона и 361 с небольшим миллиона экземпляров. В целом же книжный рынок, согласно экспертным оценкам, нащупал дно и сократил 7% падение до 3 по итогам прошлого года. В 2017-м книготорговцы прогнозируют перелом стагнации и выход динамики реализации в плюс. На этом у меня пока все. Далее Московская студия РБК.